Всем привет, друзья! Сегодня еще немного поговорим о законопроекте 10.378. Это тот самый законопроект о мобилизации. Как вы помните, еще в прошлом году они анонсировали, что сегодня, вот 10 января, будет рассматриваться законопроект в стенах Верховной Рады. Но, как я тогда предполагал, и так это и происходит, конечно же, он не будет сегодня рассмотрен. Почему? Ну, во-первых, появились выводы отдельных, скажем так, комитетов и подразделений Верховной Рады. К примеру, появился вывод комитета, который проводит антикоррупционную экспертизу законопроекта. Так вот, вывод данного комитета по антикоррупционной политике звучит так, что данный законопроект по мобилизации 10.378 не соответствует законодательству, антикоррупционному законодательству. То есть, содержит в себе определенные коррупциогенные признаки. Вот. Обычно данный комитет вообще спит. Вот сколько я не рассматривал законопроектов, постоянно они пишут, все нормально, все соответствует. Впервые я вижу, чтобы данный комитет написал, что не соответствует этот законопроект антикоррупционному законодательству. Это интересно. Второе интересное. Это у нас главное научно-экспертное управление тоже дало свой вывод по законопроекту. На 43 страницы они дали свой вывод. Там куча замечаний. Я, честно говоря, не помню, опять-таки, ни один другой законопроект, который мы с вами рассматривали, где бы главное научно-экспертное управление так сильно много написало. Это впервые. 43 страницы текста. И я там бегало прочитал, я вижу, что написано разумно, написано очень грамотно, как, в принципе, обычно они там и пишут. Все те моменты, на которые я ссылался, они тоже на это ссылаются. Ну, вот представляете совпадение. Вот тем, кто там рассказывает про провокаторов с камерами, почему-то у нас главное научно-экспертное управление солидарно в том мнении, которого придерживаюсь я. Интересно, как так получается? Ну, видимо, люди там тоже с юридическим образованием. И тоже понимают, что такое законопроект, понимают, что такое соответствие одних норм, другим нормам, в целом нормам Конституции и все прочее. Наверное, я же понимаю. Кроме того, к данному законопроекту основному на сегодняшний день подано 4 альтернативных законопроекта. Два подано еще до Нового года и два подано уже сейчас, в Новом году. То есть 4 альтернативных законопроекта и вот этот вот пятый, то есть 5 законопроектов. Что это означает? Это означает, что они все попадают в один пул, все должны быть рассмотрены профильным комитетом, полностью разобраны, должны обсудить в комитете все эти законопроекты, дать по ним какие-то там рекомендации и в итоге прийти к тому, чтобы все отбраковать, а один какой-то оставить и его уже выносить. То есть, как вы понимаете, работа огромная предстоит. Поэтому никакого голосования, конечно же, 10 января, то есть сегодня, не будет. Вот эта вся история еще затянется надолго. И что интересно, чем хотел подвести итог в этом видео. Вот просто посмотрите один из сюжетов, который, я думаю, кто-то его уже видел. Ну вот он сейчас, этот сюжет в телеграм-каналах показывается на разных телеграм-каналах. Почему он не имеет права? Ничего страшного, ничего страшного. Это все ли в защите, это все ли в своей защите на суде. Я в фиксирую вашу работу. Просто, кто вы? Национальная гвардия, СССР, Комендарта. Национальная гвардия, на мое право останавливать автобусы. Слези с распоряжением комендарта. Слези, нет, нет, ребята, нет. Я не желаю с вами прохождить, и с вами тоже. Да, мы снимаем, не снимаем, у вас нет, у вас нет, у вас нет, у вас нет оснований даже у меня выпадать документов. Я не желаю, я не желаю, не желаю. У меня нет желания, вы занимаетесь в реакторской службе, занимаетесь в реакторской службе, достойно. А не устраивайте цирки, вы что в натуре, ну, ребят? Все вы устраиваете цирк. Какие-то значит люди, часть из них, даже без опознавательных знаков, выдумки выдумывают. Они там кого-то вроде отловили повестку, пытаются вручить в троллейбусе. А человек, а человеку, который фиксирует это на видео, начинает предъявлять незаконные требования о прекращении видеосъемки, о предъявлении документов. А потом его даже начинают, я так понимаю, то ли задерживать, то ли просто крутить, ломать телефон, отбирать. Непонятно, что дальше происходит. Я, к сожалению, не вижу такой информации. То есть, вот эти вот действия, которые на видео вы увидели, они соответствуют тому законодательству, которое действует сейчас. Ну, нет, очевидно, что нет. И поэтому у меня возникает самый такой главный вопрос. А вот в случае принятия вами какого-либо из этих законопроектов по мобилизации, а вы его сами будете выполнять, чиновники, и же с ними, тоже нет. Понимаете, в этом вот вся проблема. Вы что, те законопроекты, те законы, которые сейчас действуют, вы их не исполняете. И даже если примут какие-то новые законы, вы их тоже не будете исполнять. Вы будете делать так, как вам захотелось. Ну, а точнее, так будут делать вот эти вот все люди в форме, так, как им сказал их начальник, которому плевать на законы. Так у меня вопрос. А зачем эти законы вы принимаете, если вы сами их не исполняете? Вот в чем вопрос. Продолжение следует...